Нинь-ня! О-о-о-о! Продолжаем тесты. К нам сегодня приехал Антон и его новая ИГ. Вышла Инквизиция и все, кому не лень, подтащили Инквизиторов к себе. Собственно, старый архетип Платун с Израелем. 50 человек, все в 4 плюс инвле. И к этому прибавлен новый вкус Инквизиции. Давайте посмотрим, как все это играет. Вангард Страйк, Биггант Снеотайр. У меня три точки. Раз, два, три. У ИГшников где-то... Руинки и... У нас Бастион Пустой, Комз Рилей. Три Братсайда с ракетами, три дрона ракетных. Это у нас изображает сегодня Кризов. Тестим Кризов. Шесть плазм. Здесь куча всяких систем, которым плюшки дает. Гурон, Черное Сердце, в открежении культистов. Три пачки облей. Культисты, фаерворы на точке. Далее, там, один отряд нас получил фильтру. Но решили, так как у нас тут куча таких вот негодяйских черепков стоит. И фильтроваться особо некуда. Но и к нам сами идут. Расскажи. Ночная имперская гвардия с темными ангелами и с инквизицией в Союзе. Один Платун 50 рейл, пять плазм, пять силовых топоров, пять автопушек. Азраил, инквизитор Кордексенус с гранатами всех видов. С фарсой первого уровня и даже с диджитал-випеном. Получил плюс один к своему болт-пистолету и рейнинг на Warlord 3D. Второй Платун с многоуважаемым Катезом. Проксикса у нас сегодня, Лебром. 50 человек, пять лас-пушек, пять силовых топоров. Вот, маринички у нас. Наралял себе Примарис-12 и Авервотч по футболистику. Командник тут сиротливо затешался с рацией с алисером флота. Командует имя Лукас Александр. Да, везде вакцин. Две виндетты курят в резерве с двумя командниками с огнеметами. И скауты решили послать ребят. Инфильтроваться с нашим друзьям. Здесь стало снайперки и плащи. Вот такие два Платуна. Один стоит дома с Катезом и ждет в гости. Мол, давай, прыгай. А, че ты? Нет, прыгай, че ты? Второй идет в гости. С Азраэлем 50 лбов, 4++, 5 плазм, 5 топоров. Нагнетают. Мы же пытаемся тестить, как бы это сказать-то помягче, инфильтрующийся облей под Гуроном. И, как всегда, у меня одна и та же ситуация. Я хочу посмотреть, как что-то играет, но ко мне приезжает ростер, против которого мы играем от обратного. Здесь, даже бы, если мы захотели инфильтроваться, мы не смогли. Там нас обложили этими черепочками. В результате мы стоим все у себя и ждем, когда к нам придут. В первый ход гвардии. Скаут мух на 6, прошли на 6. Вдарили всего, что могли. Унесли бродсайда всех дронов. Естественно, они ледак не прошли. Но бежали на 5. Чуть-чуть там остались. В каких-то миллиметрах от края. Вот. Эти там чуть-чуть подвигались, как-то ничего не сделав. И постреляли скауты в Fire Warrior. Два Диран донесли. Два Армора четвертых откинули. И здесь есть один момент, который я хотел бы с вами обсудить. Матчап для меня абсолютно новый. Я с Плутуном-то под Израилем никогда не играл, а с Инквизицией, которая вышла только что и подавно. И, естественно, нельзя все удержать в голове. Там всякие новые фишки. Например, в Плутуне есть Инквизитор с книжкой, из которой может прочесть Скаут Мув. Естественно, я забываю об этом тут же. И я расставляюсь вторым, меряю от него шесть на ходьбу, стрельбу, и, исходя из этого, расставляюсь. Антон это все прекрасно видит, но молчит. Получается, он тестится против себя. Что для меня как бы загадка, почему так люди делают. Понятно, если бы мы играли какую-нибудь серьезную игру, там, турнир, то да, там действует принцип, видишь, что оппонент делает ошибку, не мешая ему. Но при тестах получается, что ты действуешь против себя, потому что нужно играть против максимальной эффективности. Нельзя же закладываться на то, что оппоненты будут делать эту ошибку все время. Наоборот, ты должен знать, как будет действовать твоя расписка в худшей ситуации, при максимальной эффективности. А так он получается облегчает себе задачу на тесте. Задачу надо облегчать уже на серьезной игре. То есть, я не очень понял, почему он промолчал, ну, как бы ладно. И это моя первая ошибка, которая меня сразу, естественно, научила, и я уже никогда ее не буду совершать. Я буду всегда помнить про то, что они могут себе прочесть скаут-муфу. На самом деле, конечно, не такая сильная ошибка, если бы не провал ледока у бродов. Ну, потеряли мы одного, да, не так важно. Но зачем-то они пытаются убежать. Если опять я сейчас не прокину ледок, то бродов, с которых много приятных ракет, а именно ведром кубов вбивается эта плато, у меня не будет. Останется надежда только на облей. Но, слава богу, они идут плотненько, и плазмошаблончики, если не перегреются, войдут там очень хорошо. Мы кризами... Ну, сначала фейл, естественно, еще одну девятку выкинули, братсайда ушли. Кризы подошли, эти чуть подсобрались. Наш урод черное сердце выкинулся на пиромансии, третий спел. Пять человек убил с него. Или четыре. Короче, мужик, соултблейз повесил. Потом шаблоны, 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 вот эти, перегрелись два. но все равно мы настреляли какую-то килотону людей. Не знаю, 50 человек было? Ну, 35 плюс 5 автокурсов. Вот, да, осталось как-то не очень много. Плазмы все ушли, и плазмами чуть-чуть дожжали с кризов, но еще там, это не в шрапиде, так что мало. Вскрыли точки, здесь единица, там двойка, лучшие варианты. Отошли всеми от снайперов. Здесь некем вскрывать. Моя полоса лучших кубов в галактике продолжается. Ледак завален, точки 1-2, два перегрева на облях. Единственное более-менее хорошо то, что имперцы шли плотно, так, очень-очень плотненько, и даже при разбросе шаблончиков все равно, как вкатывало там, нажгли просто много-много-много-много тропов. Там горка валялась рядом, что-то я как-то и забыл ее показать. В общем, набили много, и главное, мы уничтожили все плазмы на первый свой ход, так что стрелять остались только лазганчики. С лазганчиков много не настреляешь. И мы как бы уже этого плутуна-то особо не боимся. Сейчас он, конечно, к нам будет идти, но уже скаутного нет на 6. Под чаш мы не подставимся и сможем в него долго бить. Второй плотун нас абсолютно не парит. Он там стоит и ничего не делает, только нужно смотреть, чтобы в эти власки не попасть. Ну, у нас такой достаточно хороший террейн, можно спрятаться. И как бы получается, что нам нужно ждать вендетты и с ними разбираться. Все, точек у нас на одну больше, спокойно сидим и удержим, и все нормально. Резервы ЭГэ, вышла вендетта, зал плазок в кризов, две пришло, у бедного командира стало на две жизни меньше. Каст в себя реролов не получился, чуть-чуть постреляли, там из автопушки, из пацанов в облее ничего не дошло вообще до сайвов. Там подвигались, подошли, эти тоже там подвигались из ласки снапшотами сюда, не попали. Одна вендетта не пришла, но эти тоже там бегут к нам. У Тао-коммандора, естественно, Иридиум Армор, пятый от Афна, и с ласки он не инстится, если кто интересуется. Как видите, у атакующего платуна катастрофическое падение огневой мощи. Он уже не опасен, только если дочаржит. А это он сделать не сможет. Нам позиция очень удобная, позволяет отходить назад, отстреливаться, при этом не попадая под огонь второго платуна. В других, конечно, миссиях и ситуациях нам бы, наверное, так не повезло, но, тем не менее, диспозиция позволяет, поэтому маневр будет у нас очень простой. Здесь, короче, нам повезло. Единственная проблема именно вендетты. Неприятные ласки, три штуки на каждый, могут пострелять только так наших пацанов. Наш второй, несмотря на минус один к резерву, дракон вышел без зарюрола, тоже у нас не было его вектор страйка по минимуму, туда один хулпойн снял чудом. Здесь мы вскрыли точку, скайфайр оказался вдруг, вот этими ласками ударили, повесили третий результат на вендетту, она уклонялась, только один раз пробили. Солтами сюда нарубили еще сколько-то чуваков без скайфайра туда ласки, одна попала, единица на пробитие. Пацаны там бегают, двигаются, кризис, с рероллами под танкхандингом сюда ни разу не попали просто с шести плазм, на двенадцать отпрыгнули, прячутся от всего, что только там есть у противника. Да, при том, что у нас кризис с двумя плазмами, командор, проды, три пачки облей, хватило денег только на одного дракона. Вот такой ростер без драконов на тысяча восемьсот пятьдесят. Так что гонять вендетты особо нечем. Но тут Антон исправляется, подсказывает нам, что миссия это бигант с неватайр, и точкой со скайфайром могут воспользоваться не только культисты, но и обли. Ну, естественно, самая жестокая насмешка, на шестерку попасть все-таки с напшотами и единицу выкинуть на три плюс, когда кидали на пробитие. Вышла вторая вендетта, это подлетела ближе, высадила пацанов с флеймерами, идут, стреляют, унесли одного чувака, одна пробила автопушка и плазма, комбиплазма с Азраэла тоже нанесла рану, один умер. Три ласки в пацанов, две пробила, одну отцевили, ледак прошли чудом, чудом. Эти стреляли с напшотами, эта вендетта не смогла попасть. Флеймеры выкосили семь чуваков, здесь там идут снайпера, ласки отсюда со скайфайром, точка-то естественно третья, сюда глянец пень, пень откинули за четвертый ковер, вот это фигни. Глянец нет, глянец стоит на нас. Вендетта к моему удивлению максимально терпимы к облям, всего одну рану занесли. И как-то непонятно, выпала тройка платуну домашнему на точке. И вроде у меня в ростере один всего дракон, так что насрать, но тем не менее, это наверное лучший результат, который они могли получить, потому что этот платун стоит и гоняет моего дракона. А он не один, мне его жалко. Мы подошли сюда скайфайром, постреляли, смельт чудом взорвали, она упала на свой чувака, но не пробила Виндетти. Солдки отсюда, отсюда, сюда как-то очень плохо, убили там, даже всех не дожали, остался один последний нормальный чувак. с этого короче полный комплект двух плазм, с каждого чувака сюда, с рероллами всего, тонхантинг и реролл хит дебаг 1 чуть-чуть не дожали совсем. Здесь наши вышли пацаны, постреляли по снайперам, двух сдули, остальных просто не видят. Те ледак прошли, без изменений, сверлочи получили. Хей флеймером пожгли, остался один, сверлочи получили две, одну откинули, одну нет, в одной ранее наш черно-сердечный дебил, естественно, он дошел и убил последнего чувака, здесь они стоят, курят бампук. Дракон улетел через тех пацанов, там, 50 человек, рандомили, рандомили, сначала, короче, прилетел здесь, убил чувака здесь и одну базу с лаской здесь. И вот здесь один маленький, не сразу заметный главный провал этой партии. Кризы не занесли одну шестерочку, одну шестерочку. Сейчас увидите, чего она мне стоила. Вендетта отчаялась, перешла в хавер, убрала мне двоих кризов, которые стояли с той стороны стены, эти прошли ледак, высадил пацанов из огнеметов выжгли моих культистов, сучки. Здесь нас почарджили после стрельбы с болтером одного болтера мы убили, ну, пистолетом. На чарджи на веру очередь одного потеряли, дошли, мы попали два раза, два раза не пробили, в нас два раза не попали. Здесь нам ласками четвертый коверт, три ласки снапшотами, четыре стрелял, да? четыре стрелял, три попали снапшотами, слава богу, откинули за него лукаут сир, но четвертый ковер ни один не прокинут, все культисты сдулись от пацана. Десять от нас отступает, больше не хотят к нам идти, никто не трогал пацанов, и за автокушек постреляли, восемь вундов пришло, они все откинули. И вместо того, чтобы рухнуть огненным шаром вместе с начинкой, это говно переходит в ховер, высаживает свои флеймеры, выжигает мне культистов на точке. И уже не три моих точки против двух противника, а два к двум. Причем не ясно на той там бравый сержант скаутов везался в моих фейерверов, те ему сделать вряд ли что-то смогут, но эта проблема решаема. Тау командер сможет туда прийти и навалять, несмотря на то, что потерял двух человек, неважно, вызовет его в челлендж и замочит, потому что Тау командер в отличие от остальных всех Тау драться умеет. И на первой точке, несмотря на то, что мы не откинули ни одного четвертого ковра, а с шотов лазок нам поубивали всех культистов, там у нас бигганс Неватайр и эти куча облей заскорят точку до бесконечности, а вот среднюю мы потеряли. Я померил, самая крайняя пачка облитераторов только к седьмому ходу к ней подойдет, слишком они медлительны. Если седьмой ход не прокинуться, то мы только на ничью можем рассчитывать. Наш ход осолдками сюда 10 мундов нам показывают вот так два провалили всего инвуля. Лазками еще туда сдавили одного последнего, две попало, одна не пробили, конечно. Пацаны из лазок убили Вендетту, Вендетта взорвалась, унесла с собой одного моего пацана, двоих вражеских, последнего достреляли с плазмом, на 10 сюда подбираемся, потому что вот этот один скаут убил чувака, мы две попали, две не пробили, естественно. Наш дракон до этого разобрал здесь огнеметчиков, они как раз остались трое, бежали сюда. Пиромансию накинулся, какой-то там фаер щилд, очень-очень ну что, наше дело маленькое, противник отступает к своим точкам и дожать этот плату мы уже не сможем, огневой мощи нам не хватает, особенно когда так показывает четвертый инвуль, 10, две провалили всего. В общем, концентрация огня на платуне невозможна, точки они обе заскорят, нам остается только обезопасить свою дальнюю, убить одного сержанта с мочи, и надеяться, что выпадет седьмой ход и мы обалями все-таки дойдем до третьей, вариантов больше никаких. Пятый ход гвардии, здесь из пушек одну вунду мне навесили, из лазок одна нормально стреляла, три снапшотами, два попадания, ни одного четвертого ковра, пятый, плюс один, шестой результат, дракона нет, самый лучший у него был там позиция, все сгоражило, без толком и здесь к нам да, вот это пень, это заглянец мы откинули ковер, здесь нам пробили один раз, мы откинули армор, в ответ не пробили снова. Ласки в основном не видят дракона, им приходится двигаться, они стреляют снапшотами, от нас видит один гребешок, мы в четвертом ковре, в общем шансы минимальные, тем не менее падаем, не вопрос. Мы идем и как-то вяло отбиваемся, там, отстреливаемся плазмами туда, отсюда, отсюда постреляли, так, убили одного чувака, там, и рану нанесли Азраэлю чудом, вот, эти идут к точке, может быть, дойдут, еще будет два хода, и здесь подчарджили, вызвали на дуэль, из пяти атак попали одну, и ту не пробили на три плюс. Я говорил, что Тау-командор умеет драться, я был неправ. Шестой ход, покой нам только снится, стакэноны, сюда одну рано занесли, ласки стреляли, три подвигались, одна нормально, но не попали в облинии одна. Там мне не занесли ничего, я три раз попал, два раз пробил, но четвертый армор откинули. Я как бы смотрю на этого сержанта скаутов, и понимаю, что я ничего не понимаю. Ну и мой последний, настреляли здесь из лазок, из осол, так как израил в одной ране, осталось две, не станули пушки, три. Здесь, к сожалению, еще бы ход, и мы бы дошли до точки, здесь освободились, наконец-то, но типа, типа поздно уже. Я тут себе накинул Двенейшн, и Мисс Фортуна, он стоит, ничего не может сделать. Ну, как-то вот так вот, ничья, ну там, за счет ферстблада имперской гвардии, наверное, выигрывает, не суть. Главное, как сыграли эти ростеры. И видно, что если какая-нибудь другая миссия, здесь мне очень повезло, у меня три точки, у противника две, мои все тяжелые поддержки скорят, а не дай бог, какой-нибудь там релик, или что-нибудь еще, там, или точек у него больше, мне пришлось бы худо. В общем, сложно играть с такими имперцами, но тем не менее, наверное, можно, тут я кучу опыта получил, спасибо за визит, ну, оставайтесь с нами, как всегда, увидите много интересного, надеюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова